Всем привет! Меня зовут Оля. Если вы смотрите этот ролик, значит я уже родила. И это видео такое сборная солянка отрезков всего, что я пережила за эти 9 месяцев. Сегодня 23 июля, 24. У меня остался не месяц уже, но недели 3. 2-3 недели у меня осталось до рода. И это такое мини-начало, чтобы вы понимали, что вообще вас ждет. И почему я это скрывала. Очень тяжело, конечно, было скрывать, ничего не записывать, ничего не рассказывать. Но я приняла такое решение, что хочу оставить это в секрете, по крайней мере до родов. Так что надеюсь, вам понравится это видео, и вы посмотрите, как мне было местами трудно, местами наоборот очень хорошо. И в целом разделите со мной и с моей семьей эту радость. Так что приятного вам просмотра. Увидимся, я очень надеюсь, совсем скоро. 25 декабря. Вот такой вот у нас подарок. Вот. Поедем на прием. Все узнаем. Посмотрим, кстати, точно такой же тест, как и первый раз покупала. Ну тут, видимо, выбора просто особо нет. Так что, ну так. В общем, все хорошо. Дата у нас премьерная рода 23 августа. Такие вот фоточки классные. 9 недель у меня почти. Как обычно, нужно ждать анализы, и следующий у нас прием 13 февраля. Вот. Елочку бы надо убрать на этой неделе. Наверное, все-таки уберем. 12 февраля. Идут свой второй прием к Чизане. После, я не знаю, двух дней температуры. И вообще, это был кошмар. Я не знаю, у нас какой-то вирус был. Мы все болели, и это было очень тяжело, очень трудно все пережить. Я думала, я не выздоровлю к этому моменту. Ну, точнее, как температура не спадет. Прям очень боялась. Ну, слава богу, температуры нет. Так что сейчас пойдем на прием. Смотреть, что там у меня происходит. Может быть, мне даже что-то выпишут. Полетит. Здесь одна такая приятная музыка. Хочется прям засыпать. И книжечки появились в прошлом. Моя беременность здесь не было такого стеллажа красивого. В общем, рассказываю. Сил абсолютно нет никаких, потому что я болела. Была температура. У меня как раз совпало там с приемом к Чизане. И Сюзанна мне показала в очередной раз, как вставать с кровати. Пятиминутное представление было. Но, конечно же, не сказала, а как мне вообще вылечиться-то. Ну, то есть я вот все, что сама знаю, помню. Вот я только так и лечусь. А прийти здесь к своему гинекологу и спросить, а что мне можно принять, здесь просто невозможно. Я знаю, сразу что в первый раз, что в этот раз она мне сказала, ну, не кричу. Вот и все. Хотя мне там буквально нужно было что-то от кашля, знаете, вот что-то такое там, капли в нос. Зато она с удовольствием выписала мне пить 2 альпроводы в день. И все из подобных рекомендаций, что так сильно они здесь любят. Есть куриный суп. Вот в прошлый раз у меня от куриного супа, в общем-то, точнее в кавычках супа, потому что она мне рекомендовала с пакетика купить куриный суп здесь. Супов здесь как бы нет. Чтобы вы понимали, это не страна супов. Они из супов знают, из пакетиков только что, можно там развести, и все. Соответственно, я в прошлую свою беременность была возле унитаза после этого супа. Поэтому, слава богу, я сейчас знаю все свои ошибки. И уже не буду их хотя бы повторять. Еще я сходила вчера, сдала НИПТ-тест. Это на 80 или на 60 показателей, отклонений и всего такого. Плюс, как бонусом, можно узнать сразу пол. То есть, следующий прием у меня 25 марта. И мы узнаем пол, считай, за месяц до официального похода очередной раз к Сюзане, где она бы мне его сказала. Так что ждем 6-10 рабочих дней, после чего мне на почте придут результаты. Потом я скину подруге результаты, и она напишет кондитеру, которого я здесь уже выбрала. Хочу в этот раз сделать что-то неожиданное, потому что я почему-то уверена, что будет девочка. Не знаю, может, потому что первая девочка. И у меня, соответственно, очень много готово для девочки. И, наверное, как-то на подсознательном уровне. И вот я к этому больше готова, что ли, не знаю. Но все равно для меня тоже будет интрига. Я сначала хотела просто сделать, заказать торт, сюрприз. А потом поняла, что я же тоже хочу в этом сюрпризе участвовать. Так что будет теперь для всех для нас сюрпризом. Будем снимать, открывать уже на камеру. Нам даже свечку предположили, смотрите, праздничную. Так что вот такой я формат выбирала. Зервечки, коробочка такая классная. С холодильника берем, будем ждать вечера. Итак, началась 17-я неделя. И я вот так вот могу находиться на кухне. Это единственное мое решение. Я это не знаю, когда закончится. Вообще, в идеале закончится уже должно было. Но нет, оно ничего не кончается. Я не могу ни на кухне находиться. Я не могу ни холодильник открыть. Мне настолько плохо. Мне настолько вот эта тошнота невозможная, невыносимая. Но, слава богу, кончилась работа. Это уже большой плюс. А так, я не знаю. Причем, вот ездили мы, например, в Будву. Ну, куда-то за пределы квартиры. Мне там, ну, более-менее нормально. Здесь я просто не могу. И я вот в эту зону... Короче, я не знаю, что мне с этим делать. Как мне это все пережить. И закончится ли вот это состояние. У меня просто есть страх, что оно может не закончиться, не завершится. И я буду вот в этом пребывать до конца. Ну, так будет, конечно, не очень радушно. 25 марта. И сегодня у нас второй скрининг. Поедем уже через полчасика на прием. Не знаю, что мне там скажут еще нового. Пол-то мы уже узнали, как мы с вами. Вот поэтому, наверное, подтвердят. Посмотрим УЗИ. Опять будут рекомендовать отдыхать, пить воду. Ну, и, собственно, на этом, наверное, все. Так что, наконец-то, я себя чувствую нормально. Ушла тошнота, рвота, вот это вот все. Как-то жить даже захотелось. Прям мир во всей жизни. Умелась какими-то красками даже. Очень неожиданно. Я уже думала, все, на этом конец. Я больше не вернусь к нормальной жизни. Ну, нет. Все как-то налаживается. Но я так и думала, что вот март закончится. И как-то уже плюс-минус все будет получше. Надеюсь, никаких больше анализов не сдавать не надо. Каких-то суперсложных. Все уже закончилось. Обычно в первом триместре все сдается такое. Ну, подробное. Вот, поэтому поскорее бы уже приехать и пойти дальше. У нас такой сегодня дикий вечер какой-то, но очень жарко. Покажу, какой хорит. Сегодня 8 апреля. Я уже выгляжу максимально по-летнему. Я уже в шлюпках, все, в платье. Потому что очень жарко. Все дело сейчас читала книгу. Там дираться по-лес. Потрясающая история. Половина немножко прочитана. На самом деле очень сложно что-то записывать. Не помню, когда ты в последний раз что-то рассказывала вообще о том, что сейчас происходит. Но в целом, можно сказать одно. Я себя наконец-то восхитительно, прекрасно чувствую. Могу наслаждаться этой жизнью, дышать и есть все, что хочу. И очень жалко, что я не могу с вами поделиться и рассказать, что я сейчас в положении. И что у меня максимальное вдохновение на чтение. Очень сильно. Я хочу так много читать. Я хочу так много успеть. Потому что потом я понимаю, что будет. Ну, то есть я создаю, что я, конечно же, буду читать после родов. Но не в том, естественно, объеме, в котором я делаю это даже хотя бы сейчас. Сейчас я действительно много читаю. И хочу именно наслаждаться чтением. Хочу именно уделить этому времени много. Потому что съемки роликов на ютубе, ну, знаете, это такое. То есть я сейчас даже сильно туда не смотрю. Это для меня стало не совсем актуально. Я ни в коем случае не буду бросать канал. Но именно вот желание снимать пока такого нет. У меня выходят где-то 2, наверное, видео в месяц. Может быть, 3 от силы. И я вообще перестала куда-либо спешить, торопиться. Это мне сейчас вообще не актуально, не интересно и так далее. Вот. Поэтому просто хочу наслаждаться. Все. Мне осталось тут наслаждаться там мань, июнь, июль, август. По идее, 4 месяца. Ну и апрель. Посчитаем его еще, ладно. Планов у меня как минимум прочитать много книг, которые я хотела бы продать. Потому что, сами понимаете, пока я в силе и пока у меня еще есть такие покупатели, я хочу все-таки это сделать. Вот. Ну и опять же повторюсь, сложно, особенно вот в телеграм-канале тоже, сложно не делиться тем, что у тебя происходит в личной жизни. Мне сложно не говорить, что ты ждешь второго ребенка, а так хочется, знаете, рассказать. Но я приняла это решение, что я не буду рассказывать до самих родов. Так же, как, в принципе, это было и в первую мою дременность. В общем, решила повторить такой опыт. Сегодня 6 мая, значит, у меня завтра, какой уже по счету прием, если честно, я забыла, испуталась, запуталась. Я сижу, читаю книгу, загораю. Потому что у нас сейчас очень тепло, очень жарко, читаю Каринжибель. И прям так хорошо стало, хочется на шезлонг лечить, прям полноценно включить загар. Надеюсь, я после этого не сгорю, потому что я уже здесь час сижу, сейчас пойду. Что еще хотела сказать? У меня в этом году минус две подруги. Вот прям как есть, говорю. И с одной стороны грустно, а с другой стороны я понимаю, я осознаю, что с нами остаются только те люди, которые, ну, наверное, нам больше подходят, нам больше нужны, которые действительно, наверное, суждено, так сказать, с ними быть нам. Вот, поэтому, что ж теперь, ничего не поделаешь. Будем принимать как есть, потому что что с первой, что со второй подругой так получилось, что я за собой никакой абсолютно вины не чувствую, от слова совсем. И, ну, вот так, собственно, бывает. Так что завтра идем на прием, на осмотр. Может быть, удастся там что-нибудь поснимать. Если нет, просто расскажу после приема, что в очередной раз мне сказали. Еще у меня такое вдохновение для съемки на YouTube роликов. Я же полтурнеделье сняла четыре ролика, еще два у меня сейчас в разработке. Я такая довольная, если честно. Потому что у меня был достаточно долгий вот этот период токсикоза, когда я ничего не снимала. А мне ничего не хотелось. Я не хотела даже на этот YouTube заходить. А сейчас у меня такая пара вдохновения, даже не представляете мне так хорошо. Я просто снова загорелась этим YouTube. Что самое главное, нужно наснимать успехи снимать до родов. Потому что потом мы все прекрасно понимаем, что я совсем пропаду, либо это будут очень редкие появления. Я даже не представляю, в каком я формате буду монтировать этот ролик потом. Даже не понимаю, что это за сборная солянка будет. Просто захотелось немножко пожаловаться. Я просто сейчас ощущаю, что мне становится вот прям тяжело. Тяжело ходить, тяжело сидеть. Не, не сидеть, вставать, когда ты сидишь. Вот я себя нормально чувствую, только когда лежу. Так как у меня протрузия на позвоночнике, кто не знает, это предгрыжное, по-моему, состояние. И я в 20 лет лечила это все дело. Ну, то есть, это все такое, знаете, если чуть напряжешься, чуть где-то там поднимешь тяжести, и все. Опять накроет просто безвозвратно. Я этого очень боюсь, и в первой беременности я это боялась. Сейчас я боюсь, что еще сильнее. Потому что, когда у тебя есть ребенок, у тебя вообще нет возможности, да, где-то как-то что-то подлежать. Подлежать, подсидеть. И это страшно. И сейчас я замечаю, что когда я утром, например, куда-то ходила, то есть, мы какие-то движения делали наши, да, и я понимаю, что к вечеру я уже все, я не могу, у меня очень сильно болит спина. И мне просто даже вот вставать тяжело. Я прям начинаю мучиться, я чувствую себя какой-то огромный из-за вот этого состояния, что у меня чего-то болит. Я не знаю, как так. Мы вот две недели назад со Стамбула вернулись, и там, несмотря на то, что каждый день мы ходили по 10 километров, я даже себя там не чувствовала. А здесь я конкретно вот ощущаю какие-то перемены уже сейчас. То ли то, что живот очень сильно вырос за последние недели, я не знаю. Потому что уже, ну как бы, скоро меня уже не будет видно. Такой вот достаточно большой. Вот. Ну, кстати, хорошо, подбородка не видно двойного. Так и буду снимать и разговаривать с вами, когда у меня что-то будет плохо или не будет настроения. Чувствую, что дальше у меня вот прям так оно и будет. Захочется больше делиться, разговаривать и рассказывать о том, как тяжело ходить, как тяжело вообще двигаться. Вот. Завтра у меня приём. Завтра 7 мая. Всё. Плановый осмотр. Поэтому расскажу, что мне там завтра скажут. Скорее всего, опять будут ругать меня, что я там сколько-то набрала. Но опять же, я этого не понимаю и не принимаю. Потому что, ну вы понимаете, у меня телосложение такое, что я не худышка изначально. Я никогда не была 50 килограммов весом. И ругать, ну как бы, беременную за то, что там что-то у неё лишнее пошло. Ну я не знаю, в каких, опять же, критериях лишнего. Я себе ничего лишнего не позволяю. Никогда в целом не позволяла. И не люблю, там, в плане хлеба, да, или сладкого. Я это всё не ем. Просто у меня генетика такая, в конце концов, что я легко могу набрать вообще спокойно. А потом сложно это сбросить. И я понимаю прекрасно, что я в первую беременность, набрав килограмм, наверное, 12, у меня было, или 13. Сейчас, ну я точно больше 15 не улечу. Никуда, как бы, это всё понятно. Тем более, сейчас уже лето. Сейчас начнутся ягоды, фрукты, ещё больше вот этих всех витаминов. Вот, и прочего. Я прям вот из-за этого, мне прям вот не нравится, когда девчонок беременных ругают. Блин, понятно, что стоит иногда рот закрыть свой, да, и есть поменьше, особенно если ты заупотребляешь чем-то. Но в целом, как этому сопротивляться, когда у тебя чувство голода просто зверское, когда у тебя аппетит. Мне кажется, в первой беременности у меня не было такого аппетита. Ну, серьёзно. Сейчас я просто могу есть бесконечно, такое впечатление. Точнее, хотеть есть. И я постоянно терплю. Я постоянно пытаюсь как-то, ну, чем-то вот там яблоко закусила, да, отдохнула. Потом банан съела, отдохнула. Ну, и мне этого хватает на полчасика. Потом я такая опять, я хочу есть. В общем, кошмар, друзья. Надеюсь, что меня сильно не разнесёт. Я вот что-то начала просто переживать. Хотя, ну, не замечаю, что меня куда-то там несёт. По-моему, всё нормально в целом. Вот, я прям как знала после первых родов, что не надо приводить себя в одевальную форму, потому что, когда будешь рожать второго ребёнка, уже пожалеешь, что ты там время потратила, силы потратила на идеальную форму. А тут опять всё по новой. Вот, так что. Я, кстати, сегодня даже загорела немножко прям. Хорошо. Всё хорошо, всё отлично. Следующий прям 18 июля. Так что идём сейчас домой отдыхать. Выписали мне ещё тут кое-что. Сейчас куплю. Надеюсь, вызовут такси, поедем домой. Всем привет. У нас 21 мая, день независимости Черногории. Мы вышли погулять на площадку. Взяла с собой книжечку новую. Читать, естественно. Хотя нет, здесь просто пока пофотографирую, что хотела вообще сказать, чего вышла. Клодная связь, внезапно так. Очень жарко, друзья. Подгорица просто. Это нененосимо. Я не знаю. Тоже сказывается беременность то же, что, но мне просто невозможно спать. Тяжело спать. Она вся мокрая. Это ещё май, понимаете? Это ещё даже не июль, не июль. Я вообще не представляю, как здесь выживать, если мы не поедем на море, хотя бы на полтора месяца. Я просто отказываюсь это понимать. Сейчас 8 утра, и уже такая жара. Просто невозможно. Обычно мы в это время уже в Будды жили последние три года. Вот. Так что посмотрим, как пойдёт дальше. Чувствую я себя ещё вполне хорошо. Даже, можно сказать, чудесно. Гуляю, стараюсь гулять больше, двигаться. Но немножко тяжеловато всё-таки. Потому что сейчас у меня третий уже триместр начался. Стараюсь читать как можно больше. Пока что ещё никто не понимает в моём телеграм-канале и в YouTube, почему я это делаю. Почему и куда я так спешу и тороплюсь. А я вот, собственно, и тороплюсь. Потому что через три месяца я не знаю, сколько у меня будет свободного времени. Будет ли оно у меня вообще, да? И лучше уж сейчас я понапрягусь. Чтобы понапрягусь. Почитаю, как можно больше. Чем потом буду жалеть, что я где-то упустила эту возможность, этот шанс. И просто сейчас в любой вообще возможности, в любую, наверное, секундочку, я стараюсь слушать аудиокнижки, читать бумажные книжки. Я просто стала одержимой, честно вам скажу. И меня это радует, потому что в первую беременность я вообще такой не была. Когда приехала ко мне сюда книжная посылка, до родов у меня оставалось, наверное, месяца два, я вот тогда очень сильно прониклась чтением. До этого момента я вот прям вообще абсолютно не читала. А здесь у меня всего лишь был период, вот этот январь-февраль, когда был токсикоз сильный. И только тогда я вообще не могла читать. Я вижу, пусть ползёт. Вот. Слава богу, это закончилось состояние. И сейчас я прям наслаждаюсь каждой книгой. Почему-то я беру прям самые лучшие книги сейчас. Решила, что не буду их откладывать, потому что бог его знает, как дальше смогу я их читать. И сейчас я прям настолько кайфую от этих всех книжек. Я даже не знаю, как это описать. Мне кажется, я настолько сильного удовольствия от книг, как сейчас, не получала никогда. Прям для меня сейчас какое-то вообще книжное открытие. Как будто, знаете, заново полюбила чтение. Сейчас в таком я состоянии. И очень, опять же, жаль, что я не могу с вами этим поделиться онлайн. Так сказать, в прямом эфире. Вот поэтому записывала это видео, которое, снова скажу, не знаю, какие получатся. У меня сейчас идет седьмой месяц. В целом, мне кажется, я выгляжу точно так же, как выглядела в первую беременность. Абсолютно, абсолютно одинаково. Становится уже немножко все-таки тяжеловато ходить, двигаться. И то, что ты не можешь лишний раз отдохнуть. Так как у тебя уже есть ребенок, который тебе точно не даст отдохнуть и полежать. Поэтому будем как-нибудь справляться. Осталось совсем чуть-чуть. Сколько? Ну, меньше трех месяцев уже осталось. Вот. Очень надеемся, завтра пойдем смотреть квартиру. Очень надеемся пожить здесь полтора месяца хотя бы. чтобы не вжарь я в подгорице. А то я там сойду с ума. Мы приехали в Будву на полтора месяца. Сегодня 7 июня. И я дико устала. Это очередная моя мини-жалоба на то, что я, во-первых, не могу вам показаться, к сожалению, в обычных своих роликах. Я сейчас снимаю книжный марафон. Три книги за три дня. И я не могу ни в Телеграм-канале пожаловаться, ни в своем Ютуб-канале пожаловаться. Никуда не могу ничего рассказать о том, как я себя чувствую, почему я стала меньше всего успевать, почему я так тороплюсь с книгами, с чтением и все такое. А мне так хочется рассказать. И вот этот влог, господи, это мое спасение. Хочется иногда рассказать и поныть и все такое. Потому что я не понимаю, как я в прошлых годах, когда мы жили на море, как я успевала все. Успевала и готовить, успевала с ребенком, успевала гулять, успевала читать, снимать. Я не понимаю. За эту неделю в Будве я настолько устала, вы даже себе не представляете. Я еле хожу. У меня такая одышка. Но это с тем связано, что еще и жара. Надо понимать. То есть это не потому, что я там уже на седьмом месяце... На седьмом месяце. Да, друзья, осталось мне два месяца, грубо говоря. И силы меня, мягко говоря, покидают. Я очень сильно устаю. И когда мы гуляем с дочкой, я действительно пройду километр, мне нужно сидеть. Мне уже очень больно ходить, мне очень больно стоять. И ничего сделать ты с этим не можешь. Если бы я имела возможность просто дома лежать, отдыхать постоянно, я бы, наверное, этим и занималась. Но когда у вас есть ребенок, вы просто не можете себе позволить лежать весь день дома. Это нереально. Вот. Поэтому тоже такие себе приключения, когда ты хочешь лишний раз отдохнуть, полежать, но просто не имеешь на это никакой возможности. И днем очень хочется, кстати, сейчас поспать. Я так в первые, наверное, пару месяцев токсикоза хотела спать, как сейчас. Но, опять же, когда у вас есть ребенок, вы не можете пойти поспать. Особенно, если у ребенка нет дневного сна. А у нас его нет уже с двух лет. Вот. Поэтому тяжело. И скажу я, наверное, об этом не один раз. Через 10 дней нам ехать с дочкой на прием в Подгорицу. На автобусе поедем туда, обратно съездим. И уже это будет мой последний прием. Я запишусь в роддом свой. Может быть, там пешком дойдем. Запишусь к врачу, который уже будет непосредственно меня вводить в роды. И, надеюсь, я попаду к тому же. Очень за это переживаю, у которого я ржала в прошлый раз. Вот. И, собственно, 15 июля, 14 мы возвращаемся в Подгорицу. И я уже должна буду каждый день ходить на прием. И, ну, скажем, скажут точнее, когда мне что-то приходить на операцию. Потому что первое у меня было кесарево. И второе, естественно, скорее всего, будет уж кесарево. Так что посмотрим, когда там что будет по датам. Вот. Если честно, эта беременность у меня, конечно, проходит быстрее. Она пролетает. Это не первый раз, когда ты каждый день там смотришь приложение, проверяешь, какая у тебя там сегодня неделька, какой сегодня денек. Со второй беременностью это действительно как в этих смешных рилсах, когда ты просто забываешь, какой у тебя вообще месяц, что, как и почему. Вот. Поэтому очень все это быстро, конечно, пролетает. Хочется и успеть насладиться. Но при этом я понимаю, что я чисто физически уже не вывожу эти наслаждения. И мне прям вот трудновато. С другой стороны, я очень рада, что мы здесь. Потому что в Подгорице, конечно, было бы мне очень, ну, сложно двигаться. Но то ли еще будет. Но я не планирую вообще двигаться. Последний месяц. Я хочу просто лежать и отдыхать. Так что спасибо этому блогу. Господи, храни его Господь. Что я вообще решилась его все-таки записывать. Потому что вот эти эмоции, я их потом не вспомню. А запомнить хочется действительно. Вот эту всю свою усталость, эту тяжесть. И то, что действительно очень тяжело. И ты не можешь рассказать об этом. Ты не можешь написать в канале, что, девчонки, мне так сегодня плохо. Я так устала. Потому что все будут говорить, что ты там устала? Ты же ходил там по 20 километров. А уже все. Не тот я ходок. Поэтому, да, обидно, что как-то не поделиться. Но ничего. Надеюсь, что вы сейчас это все смотрите. И понимаете, отмотав время назад, почему я по тем или иным причинам что-то не делала. Или ломала в телеграм-канале. И так далее. Ощущение, что градусов 60. Если не 70. У меня, значит, идет уже девятый месяц. Ну, абсолютно последний. Сейчас середина июля. И это невыносимо, в общем, в такую погоду находиться на улице. Но других вариантов нет. Приходится выходить. Вот. Что я хочу сказать. Заканчивается у нас проживание на море. Через три дня уже едем домой. Подготавливаться уже. Точно к самому главному событию этого года, лета. Вот так что, надеюсь, смогу сделать этот влог хотя бы более-менее интересным. Вот. Практически уже ничего не снимаю. Вот хочу сейчас приехать в Подгоречу и что-то для вас снимать. Потому что и тяжело, и не хочется. Да? Будем откровенны, естественно, не хочется. Потому что уже выглядишь так себе и очень нравишься. И все такое. Вот. Так что... Ой, даже не знаю. Жаловаться уже сил нет на то, как тяжело ходить в такую погоду, в такую жару. И... Просто ужасно. Знаете, платье на сквозь мокрое. Все. Все, все, как я хочу сказать. Читаю сейчас книгу Шиллинг на свечи. И не могу даже поделиться в Телеграм-канале, что я не читаю сейчас последнюю неделю не потому, что я не хочу читать, а потому что у меня уже все мысли о том, что мы уже сейчас уезжаем. Упратно в Подгорицу. А для меня... Ну, сами понимаете, это уже такой знак. Когда идет финишная прямая, я иду на следующую неделю уже в свой роддом. Я рожала первый раз. Показываться своему врачу. Он меня, возможно, даже вспомнит. Вот. И у меня теперь все мысли об этом. Потому что у меня неделя анализов предстоит, приемов. И каждую неделю в целом будет прием. Нужно очень много всего сделать по дому. Очень много. Купить коляску. Купить мини-кроватку. В этот раз я решила по-умному поступать, не покупать вот эти огромные кровати, которые потом используются как какие-то склады. И там не спит ребенок от всего совсем. В общем, в этот раз будет все. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что по-умному докупить то, что нужно. По крайней мере, для меня в роддом именно собрать сумку. На всякий случай уже я буду собирать к концу изюля, наверное, точно. Вот. Ну и в целом подготовить квартиру, да. То есть я я очень надеюсь, что последний мой месяц пройдет более-менее спокойно в плане температур. У нас сейчас аномальная жара. На улице действительно как будто плюс 60. Я тоже, знаете, на комментарии не могу ответить. Меня спрашивают, а нет у нас возможности уехать еще куда-то, еще что-то. А я не могу вам ничего сказать нормального. Просто вот со стороны мне кажется, что я какая-то это зазнавшаяся невероятная уже там. Короче, понятно. По факту тут у меня перемены в жизни, о которых я пока не рассказываю, да. Вот. Соответственно, у нас дом кондиционер один. Возможно, он сломается, потому что он старый. Мы в любом случае что-то будем еще докупать, потому что мне адски жарко спать. Я все время просыпаюсь мокрая. Даже здесь, в этой квартире, здесь два кондиционера. И все равно по ночам мне жарко. Сегодня у нас уже 26 июля. И мой второй прием в моем роддоме. Я не записывала, по-моему, да, еще в Подгорице. Мы здесь уже две недели приехали с Будвы. Очень жарко, мягко говоря. У меня температура моего тела просто зашкаливает. Я все время здесь мокрая. Сплю я ужасно и отвратительно, потому что уже очень неудобно. Моя беременная подушка меня спасает, конечно, в плане того, что, по крайней мере, не сильно я затекаю в каких-то позах. Но в целом очень все это неудобно, очень все сложно дается. Вот. Хотела про роддом рассказать. Я буду рожать в том же самом роддоме, в котором рожала первый раз, с тем же самым врачом. Первый раз у меня было кесарево по показаниям в связи с моим зрением плохим и диагнозом на зрение. И я все думала второй раз же, ну, по идее, должно тоже быть кесарево, причем плановое. Вот. И, в принципе, так и будет. То есть, я пришла когда на прием неделю назад, мне, мой врач сказал, что по плану это происходит за месяц, ой, за месяц, господи, за неделю до ПДР. ПДР у меня 24 августа, соответственно, 17, 16, 17, 18, то есть, вот в эти даты примерно мне должны назначить операцию. Но почему-то я думаю, но он сказал, что если что-то, что-то там еще, да, там пойдет не так или еще чего, то любой прием, на который я поеду, каждую пятницу сейчас, он может закончиться собственно родами. Вот. Поэтому у меня остается 26 число, следующий прием 2 августа и 9 августа. То есть, у меня, по идее, остается три поездки, после которых я так предполагаю, что 9 как раз таки августа мне уже либо скажут какого точно, да, числа и во сколько приходить, либо вообще может сказать 9 числа оставайся. Вот. У меня тут два варианта. Поэтому я сейчас уже, конечно же, подготавливаюсь конкретно, вещи собираю, практически уже все погладила, перестирала, все практически погладила, осталось там по мелочи все доделать, все куплено, кроме коляски. Вот. Коляску мы идем покупать завтра. и на этом, я думаю, можно заканчивать приготовление. Очень, кстати, удобно, что не нужно искать какие-то списки, что-то еще. Ты все это помнишь еще как бы нормально. У меня дочке 4,5 года, я еще так как не совсем все забыла. Вот. Единственное, что меня смущает, это наше лето, такая жаркая погода, я без понятия, что надевать на новорожденных в плюс 40. То есть, как бы, это такая температура, я считаю, ну, достаточно серьезная. А на улице так вообще, да, там до 50 градусов, но, естественно, ребенка парить не буду ходить туда. Но вот, там, дома в помещении, то есть, слипики, бодики, вот это вот, в каком количестве, на самый минимальный размер, я вот пока еще, ну, как бы, не знаю. Ну, в любом случае, у нас тут рядом магазин, если что, можно сбегать, докупить, да, чего-то, если не хватает. Много я покупать не стала, знаю прекрасно, что это все не нужно, все это быстро вырастается в первые, там, 3-4 месяца, абсолютно точно. Вот. Поэтому такие вот дела, такие новости. Я себя чувствую, в принципе, хорошо. Единственное, что, ну, тяжело, да, тяжело ходить, тяжело джать, это все как, ну, стандартно. Ничего здесь супер особенного, в общем-то, и нет. Вот. Поэтому сейчас через 2 часа уже поедем. Сняла сегодня ролик с соседними книгами. Уже не стеснялась, не скрывала, потому что выйдет он, естественно, уже после родов, в любом случае. Поэтому можно было уже сидеть и дышать, как я хочу, а то запыхиваюсь, конечно, максимально не очень приятно, наверное, такое смотреть. Сняла сейчас 2 видео. Как вы видите, мокрое, просто ужас. Дело не в этом. Во-первых, очень тяжело сидеть на полу и снимать. А во-вторых, о, можно вот так, тут даже телефон тяжело держать. Во-вторых, понимаете, я пытаюсь что-то сказать, и я начинаю запыхиваться, у меня начинает эта жуткая отдышка происходить. И я, понимаете, сложно соображать уже, начало все. Я прочитанную снимаю, и вот я сейчас его как бы закончила, и у меня первая мысль, господи, что ты вообще несешь? О чем ты вообще говоришь? Я даже вот, ну, пытаюсь сосредоточиться, что-то сказать. Надо, ну, я обычно же привыкла быстро говорить, а начинаю говорить, и у меня начинается отдышка. И когда у меня начинается отдышка, я начинаю паниковать, что я не могу вспомнить, что я хотела сказать. В итоге все, что я хотела сказать, я не говорю, и сосредоточиваюсь на том, чтобы просто у меня не было вот этой отдышки. И в итоге у меня ролик какой-то получился, мне кажется, вот такой, с набегом. То есть это ужас какой-то. Я прям в жоке. То есть я ничего не могу сосредоточиться, что сказать. Так что потом вот будете знать, когда увидите вот это прочитанное, Что я уже просто была не в себе И чисто физически Это просто уже тяжело Это уже тяжело, это уже трудно Сидеть, во-первых, на полу Нормально не облокотившись Вот здесь вот И тяжело в жару Опять же снимать Еще на скоростях рассказывать Поэтому как бы Теперь вы знаете, что было не так со мной Хочу, кстати, показать Может кому-то это будет интересно Какие вещи я беру с собой в роддом Это для малышки Для себя я еще буду собирать отдельно Просто пока сегодня достала все погладить Сразу решила распределить, что беру И заодно на память записать Давайте начнем, наверное, с этой стопки Это все по классике Обычные влажные салфетки Это влажная туалетная бумага Не помню, в прошлый раз, мне кажется, я не брала У нас, кстати, вот эта фирма Но самая популярная здесь считается Вот такие Как это называется? Ну, типа ватных дисков Только больших получается И самое главное Это послеродовые трусы Я в прошлый раз лоханулась Взяла какие-то отвратительные А нужно было взять обычную Вот такую сеточку Вот, и под них Обязательно Это прям набор Под них обязательно Вот такие Ну, марлевые как бы Типа прокладок Я не знаю Как это назвать Так, здесь у меня Я это буду еще дополнять Видите, у меня здесь вот это все не войдет Поэтому Ну, здесь что-то будет еще другое у меня лежать Здесь это самый популярный Ну, получается, как крем Но консистенция у него такая Жирная Просто ужас Это подгузник Это вот в прошлый раз В роддоме мне такое Как бы сказали Пурилан Крем для сосков И вот такие ватные палочки Не помню Мне кажется, они не нужны были мне там В прошлый раз Потому что все дают И это просто Перестраховка, так сказать Я здесь уже погладила Сложила Получается, пара чепчиков Носочки И антицарапки Ну, не знаю Насколько пригодится это Потому что у меня Ползунки все с ножками Вот, собственно, набор У меня здесь Три штучки Это ползунки И вот еще Ну, тоже три Ну, не знаю Сейчас Наверное Не все возьму Куда мне их столько Здесь нет распашонок У нас Поэтому вот Три распашонки Беру Они маленькие Как бы места не занимают На всякий случай Пригодится Дальше У нас здесь Один слип Бодик И еще два бодика Ну, то есть Я думаю, что Этого набора Вполне достаточно Еще один У меня здесь был Комплект Еще от первой дочки Вот Возьму на всякий случай С собой И два А, три бодика Ну, это не знаю Не факт, что я с собой буду брать Вот в основном Вот этот комплект Точно возьмем Также Еще от первой дочки У меня пеленки В идеальном состоянии Вообще Две из них Привозила из России Потому что Здесь таких вообще нет Здесь вот такого формата Продаются Только такого Типа Муслиновые пеленки И Собственно Все Так Из такого У нас бутылочка Соска Ну, одну возьму И на всякий случай Берножницы Всегда пригодятся Как бы Стандартный набор Вот примерно Такой вот у нас Получается В этот раз Сбор Для плюс Сорока градусов Я считаю Будет достаточно Столько одежды Если что Как бы Муж еще привезет Потому что Все у меня будет лежать Сейчас все сложим И Если что-то будет еще нужно Мне Привезут Смотрите Какую красоту Докупили Это на выписку Что-нибудь Праздничное Собственно Вот это Один И второй Но они Как бы легкие Я думаю Что нормально Даже дома Потом Если что В них Можно Существовать Так что Теперь будет Если что В чем красиво Сфотографироваться Знаю Что говорила Про то Что в следующий раз Я включусь уже В роддоме Но не могу Не могу Снова Не пожаловаться Потому что Уже стало Настолько Тяжело Я уже Ночью Вот например Я уже практически Не сплю Не то что не сплю Просто очень Сложно Вставать Каждые два часа И Неимоверных усилий В принципе Стоит мне Встать с кровати И Что еще Очень сильно В эту беременность Последний Вот этот Особенный месяц Да Ну как бы В общем У меня уже Наверное Знаете Как Предел уже Эмоций И уже Не могу Сдержаться В общем В эту беременность Очень сложно Дается мне Вот этот Последний месяц Потому что Я не могу Отдохнуть Я не могу Поспать днем Я не могу Там Пролежать Полдня Потому что Имея одного ребенка Вы не можете Себе позволить Такую роскошь Как отдых В течение дня Сейчас каникулы Соответственно Никуда Не поводишь И даже И даже Если бы Куда-то Была Возможность Водить Ой Я не знаю Мне уже Настолько Тяжело В целом Выходить Даже из дома Еще куда-то Отводить И возить Не знаю Я Вряд ли Согласилась В какие-нибудь Там На какие-нибудь Лагеря Или еще Что-то подобное Поэтому Очень мне Тяжело Потому что Я не могу Отдохнуть Еще днем Ночью Соответственно Не отдыхаю А днем Когда Например Очень хочется Лечь и поспать Я не могу Этого сделать У меня нет На это возможности У меня дочь Не отпускает Вот Договориться Тоже не могу В общем Это Очень 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 Сложно Тяжело На прием Мы едем Через два дня И Я уже хочу Чтобы мне просто Мой врач сказал Давай такого-то числа Приезжаешь на Операцию Потому что Я устала Я устала Уже ждать У меня будет Только 38 недель Казалось бы И можно еще Ходить в целом Ну полторы недели Точно еще Можно уходить Но я Уже настолько Бесил Что Ну это как бы Не в удовольствие Мягко говоря Вот эти Полторы недели Оставшиеся будут У нас еще Жара снова Начинается И это Просто Ну я даже не знаю Вот кто ходил Беременным В жару Летом Тот меня Наверное поймет Потому что Ты просто Не высыхаешь Что дома Что на улице Я вообще молчу Вот Так что Друзья Осталось чуть-чуть Финишная прямая Можно так сказать Я Очень надеюсь Что Я Я Переживу Оставшиеся Вот эти дни Неделю Сколько там Мне осталось Более-менее Хотя бы Не сойду с ума Потому что Действительно С каждым днем Как будто Становится все сложнее Я правда уже Не вывожу У меня уже Мне кажется Где-то С выходных Вот с этих Сегодня вторник Мне где-то Наверное с субботы Нервный срыв Какой-то был Ну Прям вот реально Уже все Подходит Планочка Когда ты уже Не в состоянии Короче говоря Вот Так что все Постараюсь больше Не мыть Все вроде бы Сказала Может быть Станет мне чуть-чуть Полегче сейчас И вот Как раз таки Да После этого Теперь точно Моя совесть чиста И Теперь уже Увидимся В роддоме Всем привет Это Татья Снова я И вчера Ездила на Передок Это меня Сидит Это Назначена Мне операцию На послезавтра Сейчас Я приехала Сдавать анализы И Все Собственно Буду ждать Мне осталось Два дня Послезавтра Утром Мы приезжаем Сюда Меня муж и дочка Оставляют И Здесь Начинаются Всякие Подготовки И Где-то В объединенное Время Должна быть Сама операция Надеюсь Все будет Хорошо Я конечно Волнуюсь Если Мне Как я сказать Волнуюсь Очень сильно Потому что Второй раз Это реально По-другому Вот Так что В целом Очень Довольна Что мне Ходить дольше Не надо Потому что Моя поясница Моя протрузия Она уже просто кричит Что не очень тяжело И можно Жить С таким уже Весом С таким Грудом Собственно На этом лифте Меня Повезут Насколько Я помню На операцию И после На этом лифте Вот Он такой Большой Достаточно Думаю Что большой Естественно Сказали После анализов Подняться На мой этаж Я буду лежать Не знаю Что там Буду сейчас делать Но Какая-то Наверное Тоже Подготовка Короче Мне рассказали Что Мне нельзя Не пить Не есть Завтра Последний Прием Пищи Только Кашу Можно Будет Попить Максимум До часу Мочи И все Поделить Мне ждут 7-8 Утро Да Даже Палата Что Первый раз У меня была Там Не знаю Не помню Что Здесь Закрыто Но там Должна быть Душевая Да Джокрузия Ванна Гидромассажная Так Я даже Даже Кокну Не походила Даже Не знаю Что Ум Тут Завел А На Дорогу Получается Вид Все Расстелила Разобрала Попала Я все Таки В Эту Ванну Котляная Дверь Пошли Раздеваться Сейчас Будут Меня Переодевать Вместо Дорогу 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 Все Я уже переоделась Остается Нам Часа Четыре Пять По-моему Пять Часов До операции Я так понимаю Ни позже Ни раньше Никто ничего Мне делать не будет Вот Так что Сейчас пока Отдыхаем Ну и какие-то процедуры Сейчас будут Параллельно Со мной проводить Очень жалко Что попить нельзя Очень хочу пить Очень хочу есть Но надо же пить Больше чем есть А нельзя Сейчас уже думаю Кто бы мне сказал Что пять лет назад Я уезжаю Из этой самой палаты И еще сюда приеду Я уже даже не думала Что я здесь же Буду в Черногории Отвечать на нас Что я тут уже Трое раз просто В то же самом Параллельно Так приятно Выгляжу Конечно Уже мало Приятно Тем более Мне честно Сделали Самую Любимую Процедуру Из всего Этого Берегите Это Колизма Терпеть Ее Не могу Сейчас Поставили Мне Каплицо Как Нашли Мне Как Обычные Вены Вот И Привезли Мне КТГ Это Делать Так что Время Уже Полдвенадцатого Остается Не так Там Много Время Мне Еще Кое-что Тут Установить Должны Для Операции Сколько Помню Ну и Все Буду Лежать Отдыхать Пока Ничего Не читаю Как Вы Можете Заметить Книгу Конечно Я взяла Покажу Покажу Какую Буду Слушать В аудио Формате Очень Много Здесь Надеюсь Я не знаю Я обычно Аудио Слушаю Когда Что-то Параллельно Делаю Дома А здесь Насколько Это Будет Вообще Приемлемо Слушать Аудиокнижки Но Думаю Как раз Таки Это Я и сделала Опять же Без воды Очень тяжело Очень сложно Не пить Но Осталось Совсем Чуть-чуть Потерпеть Настроение Уже Немножко Получше У меня Не так Сильно Переживаю И боюсь Как Предыдущие Часы Дни Ко мне Уже Приходили Подготовить Одежду Для малышки Такой вот Слипик Мы выбрали Сазон Кстати Заказ Потому что Здесь нет Таких Которые Со швами Будут наружу Шапочка Получается Носочки Чапчик Носочки И пеленка Пеленка Опять же Только в России Почему я здесь Таких нет Не знаю Ума не приложена Решила сейчас Все-таки Сесть Почитать Потому что Кто его знает Когда я В следующий раз Смогу сидеть А тем более Читать В общем Книжечка У меня Вот с таким Милковатым Шрифтом Не поверите Я выбрала Дженнифер Макмахан И молчание Читала практически Все книги У Макмахан Здесь по-моему Перечня нет Да Нет Вот Кроме этой Ну еще там Парочки Ладно Так и быть И мне показалось Что она Знаете По дизайну Очень хорошо Сюда пишется Так сказать По цветовым Оттеночкам Вот Прочитала Кстати я 44 странички Еще дома начала Позавчера И пошло Потому что У меня какая-то сейчас Сложность с книгами Почему-то они Не очень у меня идут Последние дни Вот А это пошло И я подумала Что Как раз таки Справлюсь И я не обещаю Что я ее здесь Прочитаю Потому что Тут 500 страниц Достаточно мелковатым Шрифтом Но Есть вся надежда Что я хотя бы Половину Смогу осилить Вот сейчас хочу Почитать Пока меня Оставили В покое Успела я Почитать Целую одну Лугу Думала что У меня есть Погресс Но нет Мне еще одну Полуветровую Капельницу Должны были Поставить Оказывается Поэтому Снова Пришлось лечь А я хотела Очень посидеть Конечно Что-то прям Понравилось Даже сидеть Настроение У меня Может быть Откапеть Не знаю Улучшается Прямо На глазах Я как-то Расслабляюсь Будетко Говорим Поэтому Сейчас только Лежать Ну Наверное Еще Удрусь Почитать Знаете К вопросу Книжный блогер Головного мозга Просто Без Перерывов Так сказать Ну я просто Сейчас смогла Почитать Отвлечься В самом-то деле А то перед этим Вообще Отлежала Не могла Этого сделать В общем Все закончили С приготовлениями Пришел мой врач Сказала Что встретимся С ним В операционной У меня сейчас Резко Попроводило Все тело Я думаю Замерла Осталось 30 минут Так что Наверное Через 20 Дни Уже Победут Плюс Вот И увидимся С вами Уже После Погода И все Завершится Сегодня Конечно же Не стану Завтра Точно Смогу Уже Я думаю То что Даже смогу Просто уже Надо Вставать Это будет Хотя бы После обеда После операции Уже 18 часов Мы уже Поспали В общем Уже Не знаю Сколько капельниц Поставила И утром Сегодня Заставили Уже Ходить Не хотите Встать С кровати Это было Очень больно Это было Дико Тяжело У меня Хотелось Секунд На 5 На 10 После чего Снова Легла Потому что Она действительно Невозможна Вот Поэтому Будем Вставать Дальше Пробовать Чтобы Быстрее В целом Подняться На ноги Еще у меня Утром Наконец-то Решили Попить Воды Потому что Я Не пила В воскресенье Сегодня В вторник Вообще И Знаете Даже Горло Здесь Болит Потому что Без воды Было Все это время Ну без воды Ладно Не знаю Может сегодня Вечером Можно будет Покушать Но это Не суть Голос Что Попить Можно Вот Так В целом Все Хорошо Будем Здесь Наверное Я думаю Еще Дно Три Два Точно Вот Поедем Станцовку К этому Откнуться Сейчас Кто-нибудь Придет Попрошу Потому что Сама Тут Просто Физически Не доберусь Можете За меня Порядоваться Мне Пронесли Мою Первую Еду Огурки Это Прекрасно Ну чего Вкуснее Мне кажется Я не ела Непила Сейчас Попьем Покушаем Я Кое Как Смогла Даже Ладно Не буду Даже Говорить Хотела Сказать Что я Расчесалась Но по-моему Я не особо Расчесалась Вот Так что Сейчас Будет Мой Первый Обед Вше Время Час Днем Вот Покушаем И Снова Буду Лежать Не поверите Пытаюсь Слушать Книги Но что Как-то Не выходит Особо А то ли Книги Меня не интригует Молчание Макмахан Что-то Вообще У меня Уже 100 страниц Но не идет Вообще Дальше Просто Не идет Хочу еще Ями Хармон Почитать Может быть Нормально Пройдет Потому что Я ее Уже Начинала В целом Очень Классно Все-таки Хармон Пишет У меня Она нравилась Вот Поэтому Не знаю Посмотрим Что у меня С книгами Будет Смог Масилить Хоть что-то Хоть еще Какие-то Странички Вот Но мне просто Очень хочется Уже Нормально себя Чувствовать В плане Ходьбы Уже хочется Просто Вставать Уже хочется Сидеть В туалет Надеть Самой Очень хочется Так У нас тут Картошечка Очень вкусная С каким-то Луком Потрясающим Бульончик Вот это Я пока еще Не попробовала Что Так думаю Наверное Курица Вообще Похожа на рыбу Конечно Сейчас посмотрим Продолжаю вас Знакомить С рационом Это Ужин Вот эти йогурты Просто Я не знаю Сколько я их уже Выпила И макароны Насколько я понимаю Наверное Со сливками Или что Я не знаю Сейчас посмотрим Малышка Спит Рядышком Попробую Попушить Итак Друзья Мое последнее Включение Из больницы У меня тут Уже Рядышком Лежит Мой праздничный Наряд Я пока Просто не буду Одеваться Так все В топе И хожу Вот Держу уже Ко времени Переоденемся Сейчас 11 часов У нас 4 выписка Я поставила Уже На отложенные Публикации В телеграм-канале Свои новости Потрясающие И как только Я захожу домой Я соответственно Этот ролик Сразу вгружаю То есть Вы получите Соответственно Это видео День в день Вот Что хочется сказать Я безмерно Счастлива На самом деле Мне последнее Сложное Осознание Того Что у меня Двое детей И вообще Это Необычно Очень Но я уже Чувствую в себе Силы Хотела сказать На третьего Нет Просто чувствую Силы Что я справлюсь Что все будет хорошо Что как бы ни было сложно Это все временные Трудности И т.д. и т.п. Переходите Обязательно В телеграм-канал Потому что Я подготовила Несколько постов В том числе Из больницы В том числе Про книги И вот Хочу сейчас Взять пару дней Выходных Чтобы полностью Остановиться Пройти в себя И я ни в коем случае Не ухожу В какой-то Мамский контент Этого Что первый раз Не было у меня Что сейчас Тоже Вряд ли получится Что еще хочется Добавить Я скажу Наверное Уже в телеграм-канале А то это видео Получается часовым Чтоб вам Было неутомительно Его смотреть Пора Все-таки Уже попрощаться Спасибо вам огромное Кто посмотрел Его до конца Вот именно От начала до конца Пережил со мной Все эмоции Я очень вам благодарна Все На этом Увидимся с вами Надеюсь Совсем-совсем скоро Я буду в силе С таким же хорошим настроением Что-то еще для вас Записывать Снимать И монтировать Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok